При поддержке митрополита Ставропольского и Неванамыцкого Кирилла под эгидой Всероссийского казачьего православного фестиваля «Будущая Россия – это мы» в Карачао-Черкесии прошел второй международный благотворительный детский фестиваль «Дети и посланники мира». На базе гостиничного комплекса «Старый Домбай» для школьников из Луганской и Донецкой республик провели мероприятия, направленные на патриотическое, нравственное и культурно-просветительское воспитание. Подробности расскажет Мурад Женкёзов. Та вершина, которая с правой стороны, вот я показываю, это самая высокая вершина Западного Кавказа и Карачаева-Черкесии. Естественно, называется Домбай-Ульген, Павший Зубр – это высшая точка как Карачаева-Черкесии, так и Республики Абхазии. Увидеть главный Кавказский хребет своими глазами – это зрелище непередаваемое. Ребята, приехавшие из Донецкой и Луганской народных республик и взрослые, с удовольствием позируют на мобильные телефоны и с большим интересом изучают живого яка. А при желании можно сделать рогатое селфи. Тут очень красиво, можно много классных фоток сделать. Больше всего нам запомнилась экскурсия по Донбай, когда мы катались на лыжах, на подъемниках мы катались. Ну, тут очень прикольненько. Фестиваль направлен на патриотическое, нравственное и культурно-просветительское воспитание молодежи. Его организатором выступили Ставропольская и Невиномысская епархии. Будущее России – это мы! Ура! Дети, не понаслышке знакомые с ужасами войны, познакомились с кавказской культурой, обычаями, кухней, окунулись в атмосферу добра, милосердия и гостеприимства. Но то, что сегодня в них заложится, а мы провели вчера православную беседу с ними духовную, прошлись и по священному писанию, посмотрели на их знания. Знания, конечно, хромают, слабенькие. Поговорили о сквернословии, о том, как это разрушает душу человеческую, когда человек изверяет из себя скверну. Поговорили о недугах таких, как наркомания, пьянство и все такое. Для гостей организовали прогулки по горам, катание на лыжах, различные экскурсии, концерты и игровые программы. Незабываемой останется встреча с Андреем Разиным и Андреем Гуровым из золотого состава знаменитой группы «Ласковый май», а также концерты ансамбля песни и танца из Есентуков в Казачке Кавказа. Одним словом, скучать не приходится. «Новая седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны». Очень приветствую и благодарен, прежде всего, всем организаторам, кто действительно такое прекрасное мероприятие проводит. И, несмотря на тяжелое время, на пандемию, все-таки нашли силы, нашли возможности и пригласили детей на второй фестиваль. На протяжении всего времени, то, что здесь находятся дети, около двух недель, каждый день организованы различные мероприятия. Детей знакомим с культурой, искусством народов Карачаева, Черкесии, Северного Кавказа и России. Помимо этого, учим их кататься на лыжах, различные конкурсы, мероприятия. Мы очень благодарны Карачаево-Черкесии, потому что именно ваша республика проявила понимание, поддержку и оказала нам такую великолепную возможность отдохнуть нашим детям. Мы уже второй раз привозим детей разных, потому что у нас есть кого выбрать. И, естественно, берем тех детей, которые заслужили такую честь. По словам организаторов, фестиваль станет традиционным и ежегодным. Тут же, на высоте более 3000 метров, состоялось заседание оргкомитета, на котором обсудили примерный план дальнейшего взаимодействия.